Евгений Алексеевич, какая, на ваш взгляд, главная мысль, которая прозвучала из УЗ президента, должны услышать на Западе, чтобы, скажем так, осознать необходимость завершения конфликта? Ну вот, наверное, самый главный вопрос, это те самые гарантии. И это ясно, что не гарантии, о которых он постоянно говорил, что нас обманывают в виде каких-то слов или даже подписанных документов. То есть это должны быть гарантии объективного гарантия. То есть такой мировой порядок, мировая безопасность, в которой нам гарантирована нормальная жизнь, без того, что у них там может поменяться в головах, так сказать, через неделю, через месяц, через год или когда-то еще. Вот если говорить о самой логике подхода. И дальше мы же видим, что сама стратегия президента заключается в том, что президент создает условия для такого рода гарантии. Да, отсюда и длительность специальной военной операции и те процессы, которые идут. Президент говорит, что нас пытается, фактически он говорит, нас пытается втянуть в тактическую ядерную войну. Нам это, очевидно, не надо, потому что тактическая ядерная война, то есть ядерная война в Европе, это то, что надо американцам. Это их форма, то есть они проводят политику такой как бы варенья лягушки. То есть поэтапного повышения степени воздействия военного на Российскую Федерацию путем поставки оружия на Украину, путем отключения в НАТО в Финляндии и других стран с одной стороны, но не резкого. Путем прижимания Калининградской области, нельзя сказать, что это блокады, но это такое сжимание возможностей для Калининградской области. Путем задействования террористических беспилотников, сегодня, по-моему, около 50 штук прилетело на территорию Российской Федерации. То есть они постепенно повышают градус, не резко. И понятно, почему они не повышают градус резко. Что если они повысят градус резко, то Россия быстро проскочит путь реформ по суверенитету и использует стратегическое ядерное оружие в противостоянии США. Американцам вся их 30-летняя стратегия строится на том, что Россия не может применить стратегическое ядерное оружие вообще. В силу каких-то гарантий, которые у них есть в Москве от устройства системы власти в Москве. Будем назвать так эти вещи. Соответственно, вся фактическая история исключена в том, когда Россия сотреет на внутренние реформы по суверенитету, которые лишат американцев их гарантии и поставят под сомнение весь их 30-летний путь военного и геополитического строительства. Ну, например, 800 баз. Понятно, что эти 800 баз, которые построили американцы за 30 лет, не повысят безопасность территории Соединенных Америки от нашего стратегического ядерного оружия совсем. То есть в этом случае это ошибка. Отсюда и вывод. Да, у нас готовые ядерные ресурсы. Мы можем там у американцев уничтожить реально там буквально за пару дней. Но, естественно, мы этого не планируем. Естественно, это никому не надо. Это мировая ядерная война. От нее пострадают все. И поэтому наша задача с ними договориться о мировом порядке, в котором невозможно ни большая ядерная война, ни тактическая ядерная война, ни какие-то другие угрозы существования Российской Федерации. Что означает договориться на принципах международного права, то есть границ Советского Союза. Они не должны залезать за эти границы. И что означает, скорее всего, возврат к советской системе взаимной ядерной безопасности путем взаимного нацеливания и создания единой комплексной системы безопасности. То есть если мы делаем расчет ситуации, мы видим, что это единственная для нас гарантия. То есть гарантия не в том, что американцы подпишут бумажку, что они нам не направят на нас ракету. А гарантия в том, что будет создан объективный механизм, при котором они не смогут это сделать в принципе в силу просто инстинкта самосохранения. Вот к этому мы идем. Все новое, это все хорошо забытое, старое. Эта технология существовала в Советском Союзе, и она была нарушена Ельцином, или, как Владимир Путин сказал в одной из своих речей, предыдущим руководством России, которое исходило из того, что Советского Союза нет. Почему так? А фактически мы должны возвратиться к границе Советского Союза в рамках международного права и к механизму взаимного ядерного нацеления, как к механизму взаимной гарантированной безопасности, без того, что что-то придет в голову каким-то очередным американским предметам. Кстати, Путин об этом говорил, что нам не важно, кто там президент. Нам надо системное решение этой проблемы безопасности. Ну, как раз, да, о том, как же все-таки заставить соблюдать эти гарантии безопасности, тоже прозвучал только вопрос, что Запад постоянно нарушает договоренности, и Владимир Путин сказал, да, что нам нужны гарантии, а, как мы знаем, и письменные соглашения Запад тоже нарушал, исходя из опыта тех же минских соглашений. Но вы примерно объяснили, каким образом можно заставить сделать, когда, на ваш взгляд, придет это понимание, и при каких условиях можно достичь вот этого соглашения с США. Ну, давайте вот именно так и проводить анализ. То есть что гарантирует объективную надежность гарантии? Вот объективную, не субъективную, когда сегодня я думаю одно, завтра другое, я подпишу бумагу, как вот Путин и говорил, что нас обманули с ним, обманули там. А объективно. Первое, чтобы такое соглашение устраивало всех. В принципе, то есть большой круг участников, потому что большой круг участников – это дополнительная гарантия объективного хода вещей. То есть некий консенсусный договор всего мира. Понятно, что он возможен только на условиях международного права по итогам Второй мировой войны, потому что договоры между государствами, а все государства – источник своего существования, есть итоги Второй мировой войны. Вот все 200 государств мира, которые есть. Соответственно, гарантия должна базироваться на том, что это должно устроить всех, а это означает, что это не новые правила. А это означает, что это традиционные правила 1945 года. То есть мало того, мы должны укрепить механизмы международного права по итогам Второй мировой войны. Потому что ООН в этом плане неплохо сигнализирует о нарушении международного права. Видите, Косово ООН не включают, Северный Кипр и так далее. Но при этом ООН не гарантирует суверенитет и не гарантирует характерную целостность с точки зрения объективных механизмов. Например, мы видим это по Израилю и Палестине. То есть должны быть более жесткие механизмы мировых гарантий международного права по итогам Второй мировой войны. И мы должны выйти на эту систему вот этих гарантий, в которых участвуют все 200 стран страны мира. И объективность как раз в том, что все. И государства, а не сепаратисты какие-то, типа Украины. Это первый момент. И второй момент, собственно, две страны в мире. Россия и Соединенные Штаты Америки, которые имеют стратегическое ядерное оружие. Вот это стратегическое ядерное оружие и есть гарантия. То, что эти две страны останутся в центре гарантийного механизма. И система отношения между Вашингтоном и Москвой. И есть основа этого гарантийного механизма. То есть практически нам другие не нужны. Нам нужно договориться с американцами с позицией международного права на базе взаимного нацеливания. И создание восстановления механизма единой безопасности на базе взаимного нацеливания. И дальше мы должны остаться доминантой в мире, которая через себя, через Америку и через Россию осуществляет гарантию мировой безопасности вообще. То есть не только на своей территории, но и в целом мировой безопасности вообще за счет вот этого совместного с американцами механизма. То есть видите, вроде Америка враги, но для того, чтобы не было мировой войны, мы должны вернуться в систему жесткой, в совместное взаимодействие с американцами по вопросу безопасности. И я исхожу из того, что президент Путин в своей стратегии в специальной военной операции приведет к этому результату. Единственная проблема в том, что для обеспечения этого результата нужно решить проблему суверенитета в Москве. Потому что почему американцы могут себе позволить вот такой механизм вареной лягушки? Потому что они же секундно получают ответ из Москвы на свои действия. И если они увидят, что в Москве начинаются процессы победы, скажем так, линии Путина на суверенитет в силу их воздействия, то есть консолидация общества вокруг Путина и суверенитета, то они тут же дают шаг назад. Именно поэтому они не сразу там до сих пор поставляют те же томогавки или авиации нету на Украине. Потому что они, а если будут поставлять, то будут по одной-две ракеты, потом 10, потом 20, для того, чтобы тестировать Москву. Это их стратегия связана с тем, что они боятся резких изменений в Москве в сторону суверенитета. Соответственно, и ответ в этом. То есть ответ в том, что для того, чтобы нам быть готовым к установлению этого порядка, о котором я сейчас сказал, то есть порядка на базе международного права и на базе взаимного ядерного нацеления на США, мы должны провести реформы суверенитета в Москве. То есть преодолеть сопротивление правящего, проамериканского правящего класса, правящих элит, проамериканских, Путин, вы же помните, как он их называет, эти правящие классы, правящие элиты, да, нехорошими словами. Преодолеть их сопротивление и реформы в Москве по изменению институтов собственности, институтов рубля, институтов экономики, в целом институтов власти на национальные. То есть не случайно, Нарышкин говорит, 80 тысяч шпионов, которые американцы подготовили в российские органы власти. Вот эти все реформы нам придется делать. Но их придется делать тогда, когда они созреют по своим основаниям. Как только это произойдет, мы проводим реформы в Москве по восстановлению суверенитета, национально-освободительной реформы, или, как Путин говорит, побеждали в битве за суверенитет национально-освободительного характера. Вот с этого момента мы готовы заключать с американцами, может быть, через процедуру Карибского кризиса, где, кстати, никто не пострадал, в отличие от любых воин. Вот такого рода механизм и фактические предложения по взаимной безопасности и безопасности всего мира на условиях обеспечения международного права 1945 года. Продолжение следует...